Поговорим о том, что такое иллюстрация и в чем ее роль. Кто эти люди, которые создают сказочные рисунки на обложке? Наша съемочная группа познакомилась с Люберецким иллюстратором детской книги, которая выставила свои работы в Есенинке. Добрый мягкий юмор, высокое художественное качество и виртуозная техника отличает работы Надежды Кузнецовой среди других художников-иллюстраторов. Коренная Люберченко вот уже 21 год посвящает себя книжной графике, опираясь на реалистичные традиции. На ее счету оформление более 50 книг, общим тиражом свыше 3 миллионов экземпляров. В этот раз она решила показать лишь небольшую часть своих иллюстраций на персональной выставке в Есенинской библиотеке. Вы знаете, мне даже как-то трудно оценить ее работы, потому что о них нельзя сказать, что это проиллюстрирована книга. Нет, это не иллюстрация, это живой какой-то рисунок, который дополняет текстовку книги. Кроме детской графики на произведения Барто, Михалкова, Гофмана, Благинина и Андерсона, художница проиллюстрировала книги Куприна, Шмелева, Никифорова, Волгина, а также календари для православного издательства. Так случилось, что я получила образование художника по костюму. Я совершенно случайно пришла в книжную графику. Счастливый для меня случай. И он меня привел вот туда, куда я с детства мечтала прийти, работать с акварелью, работать с графикой, работать с тушью. О случайности, как говорится, не бывает. Начиная свой путь с иллюстрации костюмов в маленькой книге, Надежда Кузнецова не только достигла больших профессиональных высот, но, как признаются художницы, нашла призвание всей своей жизни. Но и на этом Люберчанка не останавливается. Который год она делится своим опытом с детьми, являясь руководителем «Изо студии я рисую». Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.